Вот палатка одна стояла, и все, и место под костер было, табличка запита, что тут костер надо разводить. Навес, столы и место для костра – это уже команды оборудовали для себя самостоятельно. Каждый день здесь есть дежурные по кухне и доставки дров. Приходится стараться, ведь организация лагеря – это отдельная номинация этих всероссийских соревнований. В программе будет даже конкурс поваров. А пока все команды готовят из одинакового набора продуктов, которые выдают организаторы. С утра всегда каша и бутерброды с кофе, с чаем, на обед суп, борщ, ну разно, супы, салаты иногда. Ну как, если овощи выдают, то еще салат на обед. Вечером или тушенка, или греча, макароны, что-нибудь такое. Калории, набранные за столом, расходовать есть где. Это первый этап, который прошел сразу после официального открытия. Пожарная эстафета. Нужно надеть тяжелый костюм, преодолеть полосу препятствий, барьер бревно и под конец сбить условный огонь. Бегать, лазать, демонстрировать специальные навыки командам придется всю ближайшую неделю. В ближайшие 7 дней участникам предстоит пройти множество испытаний. Например, завтра на маяке будет сымитирована ситуация с пострадавшим парашютистом. Условно тело подвесят на стропах, и участники должны будут освободить его и доставить ближайшие медучреждения. А еще ребят ожидают маршрут выживания. Это суточный поход, где нужно не просто не сбиться с карты, но еще и выполнять множество заданий. Например, форсировать реки, найти место для ночевки в лесу или развести костер под дождем. Эти соревнования уже 12-е по счету. В числе участников в этом году 180 человек. 18 команд из разных регионов страны. От Иркутска до Кавказа. Плюс еще одна идет вне конкурса. Все эти ребята молодые, пожарные. И на ломаном русском руководитель добавляет, все они из разных областей Чехии. Вместе дети никогда не играли. И здесь на соревнованиях будут по большей части просто наблюдателями. Визит чешской сборной – это еще один этап многолетней дружбы, которую правительство области поддерживает с европейской страной. Самое главное, что безопасность не должна иметь границ. Потому что спасение человека, самое главное, что человек сам может пожертвовать ради спасения другого. Независимо от расы, независимо от национальности и так и так далее. Тем более эти соревнования – уникальный опыт. Дети не просто получают навыки выживания. По посчетам Союза спасателей, примерно треть сотрудников, которые сейчас работают в Москве – это выпускники школы безопасности. Мы предоставляем как раз «Зеленую улицу». И наши ребята, которые возглавляют МЧС России, их представительство в субъектах Российской Федерации, они в первую очередь тех ребят, которые именно в школе безопасности участвуют, именно занимают первые места и предлагают для внеконкурсных поступлений в наши учебные заведения. А тех, кто займет первое место в Вытигре, ждет еще один бонус. В МЧС России уже решили. Победитель этих соревнований получит право представлять Россию на международных, которые состоятся уже в следующем году. Людмила Малинина, Николай Замараев. Новости Володы.